Здарова народ, это еженедельная подборка лучших модов на Старфилд, без лишних слов сразу к делу. Наконец-то вышел вспомогательный мод наподобие Сксе, это скрипт и расширитель, который будет поддерживать в Старфилде все крутые моды в будущем. Его нужно устанавливать в корень игры, ну как мы это и делали в Скске, кто помнит эту штуку. Через него потом мы запускали саму игру. Здесь по сути в Старфилде происходит то же самое. Теперь не с Ксе уже, к которому мы привыкли в Скайриме, а с ВСЕ уже в Старфилде получается. Довольно много его уже пользователь скачал за столь короткое время. Боюсь представить, что будет через неделю. Следующий мод заменяет главный экран Старфилда в стартовом окне. Просто посмотрите на эти планеты, они такие круглые, большие. Абсолютно лучший мод для каждого исследователя космоса. Знаете, когда наступает какой-то важный, волнительный момент в игре, может быть бой, или какой-нибудь жесткий квест, можно просто нажать на Escape и отвлечься, расслабиться. Ну, как-то дооборот, как бы повышает мою пульсацию. Ладно, в любом случае хорошие шары о планете тоже бывают в Старфилде. Еще и можно скачать пак обоев на рабочий стол. Вот тут вот при загрузке автор мода оставил нам дополнительные файлы. Спасибо. Сара. Очень тугодумный представитель своей космической орбиты. Ее прям с Лидией и с Карим копипастили в Старфилд походу. И просто сделали ее исследователем. Но Сару можно чуть улучшить, став ей плотные орбиты на задней станции. 16-кратная деталь опопки для беспризорницы. В нашем переводе звучит данный мод. Насчет беспризорницы не знаю, я не успел сделать Джиггернаут вместе с Сарой. Потому что дропнул Старфилд. Но в оригинальном переводе на Нексусе она базируется как Вайфу. Хотя беспризорница звучит смешнее. Самое непристойное, что могли сделать Тодд и Говардцы в Старфилде, так это неправильно нарисовать на доске ученых молекулу кофеина. Но вот что такое вот это вот что? Вот как должна выглядеть формула и болекула, пожалуйста. Что вы не видите разницу? Вообще-то здесь не хватает еще черточки. Господи. Во, так-то лучше. Поверить просто не могу. Если Тоддовцы так и будут делать такие фатальные ошибки, а моды за них все исправлять. Можете просто не выпускать Тест-6. Играя в Старфилд, не надоело ли вам постоянно приходить к тому, что нужно при взломе двери или ящика, вечно крутить эти долбанные кольца? Нельзя ли как-то упростить всю эту систему, чтобы не терять кучу времени на эту мини-игру, когда как спустя минут 20 сложного замка у тебя в конце просто кончаются отмычки, и ты такой, ёпт. Данный мод упрощает весь этот куншутный процесс. Что если все это будет выглядеть так? О, привет. Привет. Вот это сюда, и все. Готово. Да, очевидно, мод сильно упрощает эту систему. Это чисто такой субъективный мод, кому просто надоело взломать одну и ту же систему змейки и терять кучу времени на все эти возможные попытки и ошибки. У вас не было такого, что вы играете ночью в Старфилд, да и когда играете, открываете терминал, у вас лепятся глаза, потому что дико белый яркий цвет. Данный мод просто утемняет все терминалы в игре, сохраняя бережно ваши глаза в игре. А то бы она вкручивает свои световые гранаты прям в терминалы, и давай, играй потом. И самым большим модом на этой неделе стал мод на улучшение текстур с эффектом X. Цель этого мода — переделать весь визуальный эффект Старфилда вручную. Эффекты взрывов и прочего — это пока что все, что он сделал на данный момент, но это только начальные в стадии. Дальше мододел будет еще дорабатывать и улучшать свой мод. Пламя имеет более высокое разрешение, лучшие эффекты на взрывах, лучший визуальный эффект крови и многое другое. Это, конечно, не лучший представитель своего жанра, но он первый, а поэтому на данный момент является лучшим визуальным улучшением, нежели в оригинальной игре. Ну а на сегодня все. Ссылки на все моды я оставлю на своем канале Boosty, так как YouTube канал совсем не монетизируется, прошу вас подписаться на мой Boosty, поддержать любым уровнем подписки, кто как может, ну или просто лайком на видео. Шпашеба, еще услышемся. Эй, ты, не спишь?